То есть, и мы, и силы поколения, то есть, и мы, научные решения, то есть, и мы, правы в десятилетия, то есть, и мы, на годы на столетика. Они мечтали об этом моменте несколько лет, налегая на учебу. 90 выпускников общеобразовательных школ Самарской области получили поощрение в виде поездки в Москву. В их числе круглые отличники, учащиеся из семи участников СВО, семей нуждающихся в социальной поддержке, претенденты на медаль за особые успехи в учении. Я являюсь чемпионом по настольному теннису. Это способствовало моей хорошей учебе в школе. Это дало мне мотивацию и уверенность в себе. После чего я начал хорошо учиться, закончил школу на одни пятерки. И, как вы видите, я оказался здесь. Я весь год была очень активным учеником, участвовала в различных конференциях, олимпиадах, получила золотую медаль, закончила школу на пятерки. Я еду в Москву. Так неожиданно, очень приятно, очень радостное событие, которое запомнится в жизни навсегда. Я очень рад, на самом деле, что я попал на такое масштабное мероприятие. Я очень горд, что представляю Самарскую область на всероссийском уровне. Проводить ребят с железнодорожного вокзала вместе с семьями и близкими выпускников приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вы этого заслужили по праву, своим стараниям, упорством, учебой, конечно, результатом, с которым вы пришли к окончанию школы. Вы заслужили это право быть в числе лучших выпускников нашей страны, нашей великой Родины России в этот день. Традицию отправлять лучших выпускников в Москву заложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Эта акция носит в том числе и социальный характер. В этом году Кремлевский бал был отменен, и Александр Хинштейн в столице встретился с ребятами. Мы постараемся, ребята, для вас организовать максимально насыщенную программу. Я договорился сейчас уже из Третьяковской галереи о том, что для вас сегодня там организуют экскурсии. Завтра у нас с вами поездка в музей Царицын. Очень интересная душа. Царская резиденция. Ну и подумаем, что еще для вас сделать с тем, чтобы приезд в Москву и ваше пребывание здесь вам действительно запомнилось. Александр Хинштейн обратил внимание молодых людей на важность дальнейшего выбора жизненного пути. В Самарской области создаются все условия для того, чтобы выпускники продолжали учебу в регионе и становились востребованными специалистами. В завершении встречи фото на память и пожелание доброго пути и отличного настроения. В столице выпускники провели два дня. Для них организовали экскурсию к Третьяковскую галерею. Потом побывали на Воробьевых горах и сделали фото на память. Мне все очень понравилось, особенно Третьяковская галерея. И сейчас мы здесь наслаждаемся прекрасным пейзажем. Настроение отличное, все хорошо. Во второй день пребывания в столице выпускники побывали в музее-заповеднике Царицыно. Ребята увидели Дворцово парковый ансамбль, созданный по заказу Екатерины Второй, выдающимися архитекторами второй половины 18 века, Матвеем Казаковым и Василием Баженовым в готическом стиле. И, конечно, много гуляли по Москве, заходили в легендарный ГУМ, побывали в парке Зарядье, прогулялись по Никольской. Мы увидели очень много различных московских достопримечательностей, различных старинных экспонатов. Это, на самом деле, очень круто и для меня лично, потому что в будущем я планирую поступать в университет, который находится в городе Москва. И, соответственно, таким образом я буду очень хорошо ориентироваться здесь. Ну и поэтому за это хочу сказать огромное спасибо организаторам данного мероприятия. В этом году в Самарской области школы закончили почти 12 тысяч 11-классников. Более 1800 ребят получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали за особые успехи в учении. По итогам прошедших ЕГЭ стобальные результаты у 188 выпускников. Из них 14 человек получили стобалов по двум предметам. Елена Чернявская, Константин Головин. События.